Уважаемые студенты школы блогера, всем гигантский привет! Я вас очень рада видеть на нашем канале. Сегодня я затрону тему, во-первых, на которую вы задаете очень много вопросов в комментариях, а во-вторых, эта тема актуальна лично для меня сейчас. Смотрите, вы задаете мне вопросы, почему штукенция ты не отрезаешь в своих видео в момент включения и выключения камеры? Почему ты не вырезаешь паузы? Почему ты не вырезаешь? Почему нет монтажа, спрашиваете вы в некоторых видео, в тех, которые я снимаю одним кадром. И, вправду, большая часть, ну не больше, но большая такая весомая часть моих видео сделана одним кадром, сделана без монтажа, и это, можно сказать, вот как вы меня видите в реальной жизни, если бы вы сидели по ту сторону, вот от меня сидела бы аудитория, то вы бы видели то же самое, потому что я не убираю что-то из своих видео, что можно было бы убрать. Да, давайте поговорим о видео, снятых одним кадром, поговорим о видео, снятых без монтажа, и как делать такие видео, какие основные правила, и хорошо это, какие плюсы, какие минусы для аудитории. В общем, давайте обсудим тему видео, снятых одним кадром. Расскажу вам историю, касающуюся меня лично. Я начала снимать видео одним кадром, ну практически с самого начала своего деятельности на YouTube. Просто связано это было с тем, что я почувствовала в себе способность делать что-то от начала и до конца, и не запинаться. Эта способность у меня появилась в связи с тем, что я достаточно часто выступала перед большими аудиториями, и, знаете, когда ты учишься в университете, то ты делаешь очень часто публичные выступления. Когда ты работаешь на работе, на которой я работала, и тебе приходится часто обличать свои мысли и результаты в виде презентации, в виде каких-то выступлений, ты привыкаешь к тому, что у тебя есть время, у тебя есть 10 или 5 минут, и ты делаешь выступление. Поэтому я рассматривала свои видео именно как выступление. И тогда ваше видео получается законченным. Тогда оно получается, оно имеет начало, оно имеет какое-то содержание, оно имеет завершение. И в этом случае вполне нормально, если вы не будете монтировать это видео, потому что это реальная, скажем так, речь, да, реальное выступление, реальный какой-то вот однокадровый формат. Также есть такой формат однокадровых видео, как истории, снятые одним кадром. Вы можете посмотреть пример видео, я вам оставлю ссылочку. Это видео снято полностью одним кадром, но оно снято по сценарию. Поэтому давайте разделим все видео, которые снимаются одним кадром на, скажем так, спонтанно неподготовленные, в которых нет сценария. Это то, которое вы видите сейчас. У меня совершенно не было никакого сценария, никакого плана. Я не писала ничего для этого видео. Я просто включила камеру, у меня была идея, что я хочу для вас донести. И вот я прямо сейчас, в прямом эфире практически это доношу. И второй формат видео, это видео, снятые также одним кадром, абсолютно без какого-то монтажа, без резок, без срезок, без всего. Но у этого видео есть сценарий. Понятно, что это два разных, совершенно разных типа видео. И давайте начнем с видео по сценарию, просто потому, что оно более понятное. Видео по сценарию, для того, чтобы снять однокадровое видео по сценарию, это очень сложно. Это намного сложнее, чем видео с монтажом, потому что в однокадровом видео у вас нет возможности ошибиться. Вы должны сразу все действия заснять одним кадром. И дальше как бы все. У вас нет выбора. Если вы снимаете вот такое видео, то вам нужно очень четко прописать сценарий, прописать роли, кто что делает, посмотреть примерно, что происходит. И все участники должны, то есть это нужно прорепетировать. Нельзя просто вот пошел, снял. Видео с монтажом, там не нужны репетиции, потому что ты снимаешь и просто вырезаешь хорошие куски, потом вставляешь. Так что да, если вы хотите снимать однокадровое видео со сценарием, здесь вам потребуется намного-намного больше времени. Давайте поговорим о видео, снятых без сценария. Многие люди считают, что это неправильно снимать видео без сценария. Ну как же так? А что я буду говорить? А что? Понимаете, мне даже многие пишут, что вот твое видео, все можно было бы уложить в две минуты. Если бы ты там сжал, да, я могла бы это сделать, я могла бы сесть, написать какой-то план, выделить темы, но это совершенно другая работа, это совершенно другой формат видео. Поэтому вы выбирайте свой формат, тот формат, который нравится вам. Если вы делаете однокадровое видео без срезок и без подготовки, вы первое, должны уметь хорошо говорить. Второе, вы должны уметь свою мысль тянуть от начала до конца и делать выводы. И третье, вы должны уметь не бояться пауз. Да, это самое главное. Потому что, когда вы делаете видео без подготовки, все равно в какой-то момент у вас будет или может случиться ляп. Вы можете сказать что-то не то, вы можете потерять мысль. Такое тоже бывает. И вам нужно уметь выходить из этой ситуации. Вы не должны такие, все, я забыл, я все, я переснимаю, мне надо делать что-то заново, все, я ухожу из кадра. Мне все не нравится, потому что у меня ничего не получается. Вы должны эти, скажем так, тупники делать на вашу пользу. Потому что людям на YouTube нравится смотреть реальность. Это как Дом-2, это как реалити-шоу, понимаете? Люди не хотят видеть идеальную картинку на YouTube. Потому что идеальная картинка есть в новостях на телевизоре. Идеальная картинка есть в кино, где все выверено, где все вырезано, где все сделано просто идеально глянцево. Но тема хорош в YouTube, что на YouTube ты можешь увидеть все, что угодно. И это интересно. Именно поэтому люди смотрят, что они думают, а что там еще может произойти? А вдруг она начнет танцевать? Лизгинку? А вдруг она начнет залезать на стол? А вдруг она начнет? Мал, никто не знает, что может произойти. И это любопытно. Поэтому однокадровое видео я вам советую попробовать этот формат. Может быть, он вам не подойдет. Но он точно подойдет людям, которые по натуре своей такие, знаете, спонтанные. Я по своей натуре жутко спонтанный человек. Я терпеть не могу никакие планы. Я на самом деле терпеть не могу сценарии. Да, иногда по сценарию это получается прикольнее. По сценарию получается как-то можно там что-то придумать, какой-то сюжет сделать. Но для меня, например, в жизни и для меня на YouTube всегда была самая главная – это спонтанность. У меня мозг работает таким образом, что если у меня есть план, ему скучно. И он начинает просто воспроизводить план. Но когда плана нет, когда у меня идет видео, и мне нужно что-то рассказать, мне нужно что-то сделать, мой мозг начинает работать в тройном, в пятерном режиме. Он генерирует какой-то контент. У него появляется вдохновение. Именно поэтому мне нравится записывать однокадровые видео. Все мои самые популярные видео на YouTube, которые набрали 100 тысяч просмотров или больше тысяч просмотров, это были видео, которые были сняты совершенно случайно, без какого-то плана, без какой-то там идеи. И просто я вот думала, что-то такое происходит, что-то такое вокруг меня. Какое-то, знаете, энергетика, энергетика накаляется, накаляется, мне нужна камера, дайте мне камеру. Зачем тебе камера? Я не знаю, зачем мне камера. Мне нужна камера. Что ты будешь снимать? Я не знаю, что я буду снимать. Да что, какая у тебя тема? Я не знаю, какая у меня тема. Просто поставьте мне камеру. Куда? Почему сюда? Есть не очень хороший свет? Нет, поставьте мне камеру сюда. Понимаете, вот я ставлю камеру сюда, и все, у меня получается какое-то видео. Я его выкладываю, и люди такие, вау, какое офигенное видео. Ты, наверное, три года сидела над ним, думала, а я не думала. Я просто взяла, включила камеру и его записала. То же самое происходит сейчас. Мне нравится записывать это видео, и вам нравится его смотреть. И это вот, и это есть магия. Мне кажется, я не верю ни в какую, знаете, потусторонние силы. Я не верю ни в какие там биополя. Но я считаю, что на YouTube есть какая-то магия, вот эта вот энергетика. Когда у тебя есть что-то типа вдохновения, когда у тебя есть что-то типа желания, я не знаю, непреодолимой силы сделать что-то, ты это делаешь, и потом люди офигевают от удовольствия, смотря это. Вот так это работает. Но да, конечно, по сценарию получается что-то более, ну скажем так, выверенное, более что-то, как бы это назвать, что-то более серьезное, да, что-то не в серьезном смысле, а вот в смысле мастерства. Да, нужно уметь писать сценарий. Нужно, как бы, если ты хочешь развиваться в плане кинематографа, в плане какой-то жанровый, в пойти в какой-то жанр, тебе нужно все это делать. Но, в принципе, твои однокадровые видео тоже вполне могут быть хорошими. Вот, ну что, это все, что я хотела сказать на сегодня. Друзья, в комментарии, пожалуйста, напиши, расскажи о своем однокадровом видео. Если ты вдруг еще до сих пор не снял ни одного однокадрового видео, тебе домашнее задание сделать однокадровое видео. Пусть оно тебе покажется тупым. Пусть оно тебе покажется, я сижу и туплю, и я не знаю, что сказать, у меня ничего не получается. Сделай одно хотя бы однокадровое видео, и ты поймешь. Если ты почувствуешь жутчайшее вдохновение в этот момент, возможно, это твое. Возможно, тебе не нужно придумывать никакие сценарии. Возможно, тебе не нужно придумывать, а что мне сейчас сказать. Возможно, тебе не нужно даже тему придумывать. Ты просто будешь включать камеру и будешь просто записывать крутые видео. Это очень часто работает именно таким образом. Просто попробуй. И пришли мне ссылочку на наш вид-форум. Ты знаешь, что у нас есть вид-форум. Я, наверное, если не забуду, сделаю там тему. А если я забуду, и у меня не будет времени, то ты сделай там тему. И распость... Распость. Смешное слово получилось. Распость. Распость это видео. Да, распостите это видео везде. Распость меня по всему интернету. И распость свое видео на нашем вид-форуме. Потому что на нашем вид-форуме все больше и больше народу, все больше и больше специалистов и новичков смотрят видео друг друга. Так что расскажи, что у тебя получилось. И просто внизу поделись. Расскажи мне, как ты реагируешь на однокадровые видео. Ты думаешь, что ты тупо там, я не знаю. Ну, что ты думаешь? Напиши. Однокадровые видео, я считаю, что они... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И я буду внимательно читать ваши комментарии, потому что я обожаю читать ваши комментарии на темы, которые меня интересуют. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. И была рада увидеться. Не забудь вступить в нашу группу ВКонтакте. Там ты можешь предложить абсолютно любое крутое свое видео. Предложить на нашу стену. И тебя увидят тысячи людей. Они сразу же полюбят тебя, подпишутся на твой канал. И вы будете жить все вместе, дружно и счастливо. Спасибо за внимание. И увидимся в нашем следующем видео уроке. Пока-пока. Покусики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok